Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Людмила Пронкина, руководитель детской художественной студии «Калибри». Здравствуйте, Людмила Львовна. Очень рада видеть вас и ваших друзей, эти яркие рисунки в нашей студии. Для начала хотелось бы, чтобы вы немного подробнее рассказали о самой студии, об истории её возникновения, о том, чему вы обучаете детей. Только вот буквально у нас был юбилей, мы уже взрослые, почти совершеннолетние, нам 15 лет. И идея этой студии появилась, кстати, я посчитала 20 лет в этом году, как появилась мечта. И мечта появилась не здесь, не в России. Однажды такой был Кшиштов Гоздовский, который пригласил меня и работы моих учеников в Познань, чтобы сделать выставку. И эта выставка из 100 работ произвела огромное впечатление на зрителей, на город. То есть я там стала такой маленькой звездой. Я себя впервые почувствовала, во-первых, за границей, во-вторых, звездой. И он познакомил меня с очень интересными людьми. В то время частный бизнес только тоже в Польше, это 96-й год, развивался. И была такая очень, может быть, надеюсь, что существует до сих пор, театральная школа, называется Йохала, что в переводе, по-моему, обозначает Ухты. Театральная частная школа двух молодых супругов, мужа и жены. И вот эта школа, она обучала детей с самого маленького возраста и по окончании школы. И когда я познакомилась с ними, рассказала о своих мечтах и о своих детях, а у меня их было, и Капелька была, студия эстетического воспитания, подготовительное отделение школы искусств, и сама школа искусств. Был в Альдольфске школа, где я преподавала. То есть у меня разный-разный возраст был. И вот руководитель, как раз, к сожалению, не помню имени, он сказал, здорово, тебе нужна своя школа. И вот он зародил вот эту идею и мечту, которая вот всё-таки реализовалась, правда, не сразу. Так что в 96-м году это начало нашей идеи. Чем вот эта студия наша отличается от всех остальных? Тем, что мы действительно соединили совершенно разный возраст, то, что мне не хватало всегда. Ты только-только привыкнешь к этим малявочкам, дошколятам, только начнёшь раскрывать в них вот эти вот творческие качества, что-то они уже научатся, и нужно их отдавать другим. Очень было жалко просто расставаться. В школе художественной дети приходят в 11-12 лет непонятные. Этот возраст, когда они немножко закрытые уже. И очень долго нужно пробиваться вот к душе ребёнка, к его творческим способностям, чтобы понять, кто перед тобой. А вот здесь очень просто, когда ты видишь, и ребёнок раскрыт уже перед тобой в дошколёнке, то очень просто продолжать его в будущем. Поэтому наша студия начинает с 4-х уже летних и заканчивает 16-17-летними. Даже точнее не заканчивает. Эти дети, даже поступая дальше в среднее и высшее учебное заведение, они постоянно возвращаются уже даже в качестве педагогов. У меня и педагоги уже мои бывшие ученики. И даже родители у нас тоже начинают рисовать. Потому что детское творчество, кажется, это так легко и просто, и так весело, и так здорово, что оно заразительное даже для взрослых. А почему именно калибри? Ой, калибри. Ну, это же замечательная птичка. Во-первых, маленькая, потому что мы тоже с маленького возраста. Потом, мне кажется, что эта птичка относится к семейству птичек, как из рая. Рай, такие, райская птичка. Потому что мне кажется, что наша студия, она тоже такой маленький азис, маленький райок в нашем таком смутном достаточно времени. Здесь не только можно потеплеть душой, но можно собрать в дорогу, а дети собирают в дорогу багаж. И, в общем-то, от наших взрослых очень многое зависит, что они возьмут с собой. Либо это будет сундук Пандоры, где они наберут обиды, какие-то непонятки, капризы. Либо это будет ларис счастья. И вот мы как раз стараемся детям показать мир с той стороны, с позитивной стороны, с доброй стороны, который будет, наверное, спасением и, ну, своего рода, даже иммунитетом. Даже в будущем, даже когда дети столкнутся с не очень приятной реальностью, это будет их спасением. По каким направлениям вы с ребятами работаете? Вот сегодня мы здесь в студии видим рисунки, видим таких замечательных кукол-кошек. Чему можно у вас научиться? Да, я сразу поблагодарю Юлю Кузнецову. Это её кошки. У нас было два года назад валяние, и давала мастер-класс её мама. Мы даже вот такой используем, потому что родители, у нас очень тоже творческие люди бывают, и проводят ещё дополнительно вот такие занятия по валянию, и Елена Конторенко проводила по гобелену. А в основной программе для маленьких дошколят это тоже самые всевозможные материалы. Это и, естественно, карандаши, фломастеры, пастель, краски гуашевые, глина обязательно, пластилин, тесто солёное. Старшие продолжают все эти техники уже более профессионально развивать. А вот с 11-12 летнего возраста у нас начинается как в художественных школах освоение академического мастерства. Потому что русская школа и русские художественные учебные заведения требуют обязательное знание академического дисциплины. Поэтому дети с 12, где-то по 16-17 лет, кто-то идёт в подготовительные курсы, если будет поступать, они занимаются уже более серьёзно, более профессионально. До этого возраста мы лишь развиваем. Мы как ларец действительно открываем, потому что в каждом ребёнке столько сокровищ. То наша задача просто раскрыть это, увидеть, зажечь. Потому что в творческой профессии нельзя передавать просто детям опыт, ремесло, учить их. Их нужно зашикать. Вот как только ребёнок загорелся, то эту информацию можно давать просто на пальцах. Можно, не знаю, спеть песню, и ребёнок всё поймёт то, о чём ты хочешь с ним поделиться. Те рисунки, которые вы сегодня принесли, они сделаны детьми какого возраста? Вот тут даже есть возраст. Вот я могу показать. Вот совсем малявочка. Вот пятилетняя Борисова Даша. Вот это подготовительная наша. Это дети, которые пришли только-только в этом году. Когда они осваивают, ну это я сейчас таким сухим языком, естественно, дети этого даже не предполагают. Когда они осваивают разные формы, разные линии, они видят, насколько богат наш визуальный мир. Что даже кошки могут быть вот такие вот разные. И мы рисуем, может быть, мордочку они рисуют просто отдельно, а вот всё остальное рисуется практически с кривой линии. Линия должна не останавливаться. То есть тут много очень хитрых наших методик, приёмчиков. Всё это в силе игры, поэтому ребёнку всегда очень интересно. Мы можем рисовать там кривую линию, трех кривых линий. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. И эти линии у нас могут превратиться в рыб, в каких-то существ подводных. Поэтому дети это осваиваются очень легко. Им очень интересно. Я знаю, что помимо вот такого прикладного искусства, у вас ещё существуют какие-то занятия и по истории культуры, архитектуры. И в дальнейшем ребята эти знания тоже используют в своих работах. Да, у нас очень странный предмет появился. Мы его специально так назвали. Не история изобразительного искусства, не история мировой культуры. Чудно по-детски. Странное ведение. Можно и странное ведение, как угодно. Такая транскрипция смешная. Поэтому на этом предмете, этот предмет и название нам позволяют путешествовать как машина времени. Мы можем возвращаться в прошлое, в архаику. Можем даже заглянуть в будущее, современность. О чём мы там можем говорить? Да, действительно, о истории изобразительного искусства, о разных культурах, о традициях разных народов. Потому что человек, как не любим мы нашу страну и нашу нацию, и мы все очень патриотичны в этом, по крайней мере я, человек всё равно и художник. Это синтез всех разных культур. И поэтому, чем больше визуально дети будут знакомиться с разными культурами, тем, наверное, богаче будет и их изобразительный язык, их формы. И, наверное, ну не знаю, даже богаче, как человек они будут. Потому что вот это всё накопленное, это всё наше. Это всё моё. И мы тоже это положим в наш ларес счастья. Это очень интересно. Людмила Виловна, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Всегда получаем огромное удовольствие от общения с вами, с вашими воспитанниками, от соприкосновения с миром искусства. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин